Аналитики делают свои прогнозы относительно завтрашнего заседания ФРС. Биткоин просто ошеломил индустрию курсом в 3 тысячи долларов, а брокеры 24 Option продолжают вносить в черные списки. Об этих новостях мы говорим сегодня. Здравствуйте! Завтра пройдет заседание ФРС, поэтому инвесторы проявляют осторожность. Об этом рассказал аналитик швейцарской брокерской компании SwissQuote Arnum Asset. Именно в среду будет принято решение о дальнейшей монетарной политике. После подъема ставок в марте большинство участников рынка ждут от ФРС повышения стоимости кредитования еще на 25 базовых пунктов, что поднимет верхнюю отметку диапазона федеральной ставки фондирования до 1,25%. Однако в декабре прошлого года члены правления ФРС намекали на то, что в этом году ставки будут повышены трижды. Если ФРС на этой неделе повысит ставки, это будет вторым повышением за год. Хотя, учитывая недавнее снижение темпов инфляции, аналитик не ожидает от ФРС сильного сигнала о повышении ставки в сентябре, так как это может поставить Центробанк в трудное положение, если ситуация с инфляцией ухудшится. ФРС не может показаться слишком мягкой, так как это ухудшит настроение инвесторов. По этой же причине, как полагает эксперт, на точечном прогнозном графике ФРС будет показано третье повышение ставки до конца года. Однако он предполагает, что из пресс-релизии на последующей пресс-конференции члены правления ФРС будут подчеркивать необходимость сохранять осторожность. За биткоин теперь нужно отдать 3000 долларов. Новый исторический максимум вчера преодолела самая популярная мировая криптовалюта. Если быть точным, сейчас курс биткоина составляет 3003 доллара. Англитики считают, что такой прогресс связан с сильно завышенным вниманием к блокчейну в СМИ. Ведь следом за биткоином свой исторический максимум обновила криптовалюта Эзериум. Курс Эзериум-доллар вырос до 346 долларов и 95 центов. Таким образом, с начала года эфир подорожал на 3400%. Однако скептики все равно настаивают на том, что вскоре криптовалютный пузырь может лопнуть. Их мнение все же нужно учитывать. Ведь если взять одну из последних коррекций, 38,2% от роста с 1810 долларов до 3000 долларов, то цена может быстро скорректироваться до уровня в 2271 доллар. И это минимальные оценки. Вспомним нисходящую коррекцию с 25 по 27 мая, когда курс упал более чем на 32%. Любая серия негативных новостей и котировки будут демонстрировать снижение. Эксперт компании Аль-Пари уверен, если не принимать во внимание все новости, которые выйдут в ближайшее время, то у него получается нисходящая коррекция до 14 июня. Новозеландский финансовый регулятор Управления по финансовым рынкам ФМА предупредил всех об известном брокере бинарных опционов 24 Option. Обвинения идентичны с Австралийской комиссией по ценным бумагам и инвестициям и Управлением по финансовым рынкам Франции. Регулятор заявляет, что эта компания не зарегистрирована в Новой Зеландии и не имеет права на оказание услуг в стране. Оператором 24 Option является Роделлер Лимитед, брокер является держателем лицензии Кипской комиссии по ценным бумагам и биржам, но несмотря на это регулирующие органы некоторых других стран эту компанию не жалуют. Например, в июле прошлого года Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям поместила 24 Option в свой черный список, а месяцем позже французский регулятор обязал компанию прекратить предлагать услуги и привлекать новых клиентов. В том же месяце брокер нарвался на штрафы в Бельгии. На этой ноте завершается сегодняшний выпуск. Благодарим за сотрудничество, редакцию Форекс Магнейтс. До встречи завтра. Субтитры создавал DimaTorzok